Бал вместо утренника в детских садах Сибири начинают отмечать выпускные и чаще всего детские праздники по своему размаху и роскоши не уступают школьным выпускным, а иногда и взрослым свадьбам. Во сколько обходится родителям детский пафос и как к этому относятся педагоги и психологи, расскажет Ольга Качкурова. Бальные платья, прически от стилистов, строгие костюмы и галстуки. Так дошколята отмечают первый в жизни выпускной. И это еще скромный вариант. Нередко праздники с размахом отмечают в ресторанах, шоу-программой и даже фейерверками. Для агентств по организации праздников конец мая – золотое время и именно за счет детских садов. Разброс цен за шоу-программу от 10 тысяч выше. В арсенале каждого такого агентства – ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, но и этого уже недостаточно. Чтобы угодить клиентам с каждым годом, аниматорам приходится придумывать новые развлечения. Сейчас очень модно поролоновое шоу, например. Вот можете обратить внимание, у нас есть кубики, то есть там около 150 кубиков. Ребятишки ими обкидываются, дурачатся, с ними разные конкурсы, задания. Они строят свой город будущего, в котором они пойдут в школу, то есть они там выйдут в школу, строят свои дороги. В том, что выпускной шестилеткам просто необходим, Лариса Андреева из Новосибирска уверена. Но для дочери ресторан решила заменить чайпитием в группе, традиционным концертом и коллективной посадкой дерева на память детскому саду. Зато на фотоальбом денег не пожалели. По 5000 рублей с каждого родителя. Весь упор при организации сделали не на то, чтобы там пышный банкет или вот нарядами похвастаться, а на то, чтобы у детей осталась память. В самих дошкольных учреждениях к желанию родителей утренник превратить в бал относятся неоднозначно. То есть я думаю, что это, наверное, уже такие вот чрезмерные моменты. Но запретить эти моменты мы, конечно, не можем. Каждый родитель вправе готовить праздник для своего ребенка в силу своих возможностей, финансовых в том числе. А вот психологи в этом вопросе категоричнее. Отмечая праздники с размахом, мамы и папы в буквальном смысле программируют ребенка в будущем к хвастовству и алчности. Дети делают вывод, уважение в коллективе зарабатывается недостойными поступками, а атрибутами богатой жизни. Пышность, она, конечно, зависит от того, как относятся к этому люди. Поэтому детей вовлекают, в общем-то, во взрослые психологические игры. Помпезность, кичливость и все остальное, то, что свойственно, ну, скажем так, последним десятилетиям, оно, конечно, расцветает очень пышно. И, соответственно, на самом деле потребность в том, чтобы это было ярко, красочно и так далее, это потребность взрослых. В среднем затраты родителей на организацию детсадовского выпускного 5-8 тысяч рублей. Это включая подарки воспитателям и банкет, и не считая стоимости нарядов. Но в некоторых садах суммы доходят до 18-20 тысяч рублей. И в каждой группе находится один-два ребенка, которые на такой праздник жизни не попадают. Родителям прайс не по карману. Ольга Качкурова, Светлана Еловнарова. Новости здесь, Омск.